Доклады Доктор медицинских наук Заведующий кафедрой онкологии Факультета послевузовского образования Руководитель отдела онкохирургии Медуниверситета имени Павлова Александр Захаренко Александр Анатольевич, здравствуйте Здравствуйте Это первый международный молодежный онкологический форум Как возникла идея его провести? Три года назад В нашем университете Под моим руководством Был создан образовательный проект Онкология от А до Я Первично он создавался Для повышения онкологической грамотности Врачей всех специальностей Мы провели ряд научно-практических конференций Которые были посвящены Различным патологиям Онкологическим заболеваниям И так далее Далее Мы поняли, что Среди наших Научных групп И так далее Почему-то очень мало молодежи И мы озадачились тем Что даже какой-то период Два года назад Мы не могли предложить никого Выращенных у себя Каких-то кандидатов Клиническую ординатуру Аспирантуру То есть была явно Какая-то Низкая заинтересованность Молодых людей В специальности И поэтому Конечно же Так как я заведую Капитры и так далее Назрела проблема В том, что кадры надо готовить И готовить их Со школьной скамейки Как говорится И поэтому Следующим направлением Проекта Было Поиск Талантливых Молодых людей Мотивация их И привлечение Их в специальность Было организовано Общество молодых ученых Одноименная Онкология Та до я Мы разбили ее На множество групп По локализациям Нозология Там тракальная Абдоминальная Момология Там Эндокринология И так далее И вот полтора года Мы знакомили ребят С озами Научной работы С озами Доказательной медицины Какими-то Софтскиллами Общение с Онкологическим пациентом Соответственно Это вызвало Определенный интерес И далее Наши ребята Стали закономерно Как-то развиваться Участвовать в олимпиадах Участвовать в научных Студенческих конференциях Мы стали с ними ездить Знакомиться Со своими коллегами В других университетах Нашей страны И мы увидели Что необходим Какой-то другой формат общения Чем вот просто Олимпиада Или научная конференция Где ребята Все время напряжены Все время выполняют Какие-то задачи Участвуют в конкурсе Решают конкретные цели Пытаются победить Доказать что-то И некий Нетворкинг какой-то Вот И поэтому Вот где-то До нового года У нас пришла идея Организовать вот такой форум Который Несколько моделировал бы Большие Серьезные Вот такие Взрослые конгрессы Где люди Просто делятся опытом Он и построен Сейчас форум Вот такому сценарию Который Имитирует Немножко Вот Серьезные Международные Какие-то Собрания Чтобы и ребят Познакомить Вот с такой Культурой Таких мероприятий Ну и Познакомить ребят Между собой В контексте Какой-то дальнейшей Совместной Работы Научной В том числе Потому что Совсем сейчас Отсутствуют Вот какие-то Межвузовские Научные Исследования Вот Молодежных Научных Групп И так далее В общем Планы у нас Вот такие На перспективу А пока Вот мы Сегодня Готовы Привести Вот этот форум И начали Наши мероприятия Да понятно Но почему Форум называется Гонка Какой смысл Зашифрован В этом слове В данном форуме Присутствует Как Такое Помимо Дискуссионной части Да О которой Вот я говорю Там присутствует И Конкурсная часть Мы провели Конкурс Научных Работ Причем Между Различными Категориями Молодых Ученых Это и студенты Это клинические Ординаторы Аспиранты В каждой категории Мы Выявили Победителя И эти победители Представят Вот сегодня Представят На форуме Как три лучших доклада Так и десять Постерных докладов Коротких Мы сделали Постерную сессию И как на больших форумах Они в течение пяти минут Будут представлять Свои постеры Соответственно Уже есть Определенные победители Дальше У нас собралось Более двадцати команд С различных вузов Нашей страны И стран СНГ Которые Представляют И ролики Снятые Фильмы Про свои научные сообщества Это еще Одна из важных Сторон Этого форума Мы хотим Поделиться Опытом Как же коммуницирует Между собой Молодежь Как удается Их мотивировать Как удается Их завлечь Специальность Какие есть Для этого Находят для этого пути И мои коллеги Для того Чтобы оптимизировать Свою работу Внедрить что-то новое А второй день Завтра Третьего числа У нас будет Спортивный Такой квест Он будет проходить На спортивной базе Нашего университета Васкилова Где ребята Будут сдавать Испытания ГТО Которые Замаскированы Под Онкологический Квест И результаты Спортивные Ребят Будут влиять Условно На стадию Заболевания Их пациента И в зависимости От этих результатов Мы В конце Этого Квеста Будем иметь Тот или иной Результат Лечения больного Тогда что же Привлекает В онкологии Как в сфере медицины Молодых врачей И студентов Медвузов Ну Онкология На самом деле В настоящее время Это одна из самых Выстокотехнологичных Специальностей И Быстро развивающихся И Она Настолько По себе Объемна Настолько Включает В себя Много Подспециальностей Что можно Найти Любое Любое Дело Под Свои Интересы Под свой Психотип Карактер И так далее И поэтому Вот 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 это Вот это Быстрое Развитие Вот это Высокотехнологичность И кроме того В последние годы Эта Специальность Эта проблема Она находится Под чутким Вниманием По большому счету И Руководство Нашей стороны Вложено Очень много Сил и средств Построено Огромное количество Новых онкологических Диспансеров Которые Оснащены Сейчас Очень хорошо И не уступают По своим Характеристикам Практически Никаким Лечебным Учреждениям Известных Нам И в Европе И в других Странах Поэтому Это действительно Сейчас Очень Современная Такая Разливающаяся Специальность Которая Сильно Привлекает Молодежь То есть Несмотря на то Что болезнь Тяжелая И очень Тяжелая В первую очередь Психологически Такая работа Непростая И она Привлекает Молодых Врачей То есть Вы подтверждаете Что это направление В медицине Популярно Среди Молодежи Да И я Не замечал Чтобы Ребят Пугала Как-то Именно Тяжесть Заболеваний Тяжесть Болезней Зачастую Не очень Хорошие Перспективы Этих Пациентов Потому что Далеко Не всех Удаётся Спасти И помочь Скорее всего Их Наоборот Привлекает Такое Множество Пока Неизученных И неизвестных Моментов Куда Можно Вложить Свои Силы И Внести Какой-то Свой Вклад В развитие Онкологии Медицины В целом Хорошо Есть ли У молодых Врачей Достойные Научные Работы В сфере Онкологии Разработки Которые Могут Взять На вооружение В клиниках Уже Сегодня В большинстве Случаев Молодые Врачи Специалисты Они Входят В составы Научных На какой-то Геноинженерии И Это все Конечно же В прямом И переносном Смысле Молодые Ну такие Специальности И специалисты Ну вот вы уже Сказали что Используется Искусственный Интеллект А значит ли Это что Нейросети Принимают В это Непосредственное Участие Насколько Онкология Продвинулась В использовании Этих технологий Новейших Технологий Безусловно Эта специальность Очень сильно Продвинулась И Если раньше Онкологию Еще лет 15 назад Все воспринимали И связывали С хирургом С удалением Какой-то Большой Громадной Опухоли И С какими-то Единичными Токсичными Препаратами То сейчас Это Наука Которая Основана Это молекулярная Медицина Молекулярная Генетика Это полногеномное Секвенирование Поиск Таргетных Мутаций Персонализированного Лечения В связи с этим По сути Онкология Будущего Это персонализированная Медицина Потому что У каждого Своя болезнь Все Болезни Они разные Просто мы пока Не можем Вот эту Индивидуальность Найти И Конечно же Это использование Вот как мы Упомянули Нейросети Искусственного Интеллекта Сейчас активно Развивается Это направление Во-первых В скрининге Онкологических Заболеваний Искусственный Интеллект Обучают Находить Ранние раки При эндоскопических Исследованиях Когда эндоскопист Осматривает Желудочно-кишечный Тракт А система Анализирует Малейшие изменения В слизистой оболочке По цвету Ну по разным Характеристикам Плюс Это чтение Снимков КТ МРТ МРТ Рентгена И поиск Ранних опухолей На различных Радиологических Исследованиях Кроме того Виртуальная реальность Активно используется В учебном процессе Активно используется Сейчас В хирургической Навигации Для наложения В онлайн режиме Интероперационной Анатомии Индивидуальной Которая Считана Со снимков КТ МРТ Перед глазами Хирурга Она наслаивается На реальное Операционное поле И в этом отношении Ну скорее всего Через несколько лет Будет Ну гораздо Проще И безопаснее Работать Сейчас очень Трендовое понятие Безопасной хирургии Безопасной медицины И в этом отношении Это тоже большой помощник Вот эти технологии Но ставится ли сейчас Вопрос перед Искусственным интеллектом И нейросетью О недопустимости И предотвращению Онкологии у человека Есть ли такая задача На сегодняшний день Вы ведь только что Сказали что Искусственный интеллект Уже сейчас изучает Опухоль и новообразование Поэтому возникает Как раз таки вопрос Ставится ли задача Не допустить Появление Онкологии у человека Задача Не допустить Это глобальная задача Вообще Которая сейчас Ставится И профилактировать Перед здравоохранением Потому что Самый Действенный способ Это профилактика И скрининг Онкологических заболеваний То есть Выявление Групп риска Выявление Какой-то Генетической Предрасположенности И конечно Когда вся эта информация Будет Загружена В нейросети И так далее И когда Человек Еще в начале Своего пути Будет Возможность Взять его Весь генный Там паспорт И так далее Наверняка Возможно Будет Обозначить Определенные Риски По разным Патологиям И впоследствии Или делать Что-то Профилактические Или Внимательно Динамически Наблюдать В течение Всей жизни А как известно Выявление Вот Заболевания На ранних Стадиях Ведет Практически Стопроцентному Извлечению Ну и последний вопрос Какие результаты От форума Вы ожидаете Как я и сказал Мы хотим В первую очередь Чтобы ребята Из различных Вузов Нашей страны Познакомились Между собой Чтобы Собралась Вот Некая Целевая аудитория Потому что Вот на примере Своего университета Своего Нашего Образовательного Проекта Мы Видим Что этих Ребят Немного То есть Это не то Что вот прямо Желающих Стоит очередь Действительно Если ты нашел Одного Двух Человек Которые Действительно Талантливы Способны И имеют Способности К научной К научной Работе Вот Какому-то Аналитическому Мышлению Это уже Большая Победа И Это Это не игра Там Большой команды В 30 человек И соответственно Есть Эта аудитория Она не очень широкая На самом деле А тут Собираются Как раз Все научные Сообщества Университетов По онкологии И если Ребята Познакомятся Между собой А у нас Будет Большой Дискуссионный Клуб Во второй половине дня Который будет Проходить В очень классном Пространстве Севкабельпорт На берегу Невы Залива И Там будут Все возможности Ребятам Обсудить Там будет Сессия Путь в специальность Путь в онкологию Где обсудят Как вообще Можно стать онкологом Там будут Различные Случаи Примеры Уже Практикующих Врачей Своей жизни Ну в общем Очень хорошая Мотивационная Такая Программа А в конце Ребята Смогут Там За Кофе За каким-то Вот Разговорами Между собой Познакомиться Пообщаться И я уверен Это приведет К созданию Таких прочных Связей Таких Дружеских И Рабочих И после этого Мы сможем уже Делать Все то же самое Только гораздо Большим кругом Спасибо Александр Анатольевич Успешной Вам работы О форуме Гонка Который стартует Сегодня в Санкт-Петербурге Нам рассказал Доктор медицинских наук Александр Захаренко Доктор медицинских наук